Садхгуру Садхгуру, много лет назад, когда мой сын был еще маленьким, он дал мне книгу, написанную Свами Вевиканандой. Там описывалось, как в древности, гуру могли с помощью мысли общаться друг с другом на расстоянии в тысячи миль. Фактически это похоже на современный интернет. Один компьютер может обмениваться данными с другим, находящимся в США, в Европе, где угодно. Вы верите, что человеческий разум можно научить влиять на разум другого человека или людей, находящихся далеко от него, просто настроив разум на нужную волну? Можно ли этому обучить? Можем ли мы научиться этому искусству? Вы хотите оставить производителей мобильных телефонов без работы? Дело не только в разуме. Когда мы говорим «разум», под этим словом поднимается только мыслительный процесс. Мыслительный процесс – это то, что лежит на поверхности вашего разума. Под влиянием европейской культуры мы слишком большое значение придаем мысли. В йогической науке мы не придаем значение тому, о чем вы сейчас думаете или что вы чувствуете. Потому что… О чем вы можете думать? Вы просто снова и снова перерабатываете имеющуюся у вас информацию. Это несущественно. Все, что на поверхности вашего разума, продолжает крутиться у вас в голове. Это абсолютно бесполезно. Ваши мысли и эмоции сейчас – это лишь поверхностная часть вашего разума. У него есть более глубокие уровни. В санскрите есть много слов для описания разных аспектов разума. Есть один аспект разума… У нас не так много времени, поэтому я не буду говорить об остальных. Есть один аспект разума, который называется читта. Читта – это самый центр вашего разума. Он связывает вас с тем, что мы называем осознанность. Если ваш читта становится осознанной, если вы приобретаете определенный уровень осознанного контроля над читтой, у вас появится доступ к своей осознанности. То, что мы называем осознанностью – это измерение, которое не является ни физическим, ни электрическим, ни электромагнитным. Это квантовый скачок от физического измерения к не физическому. Нематериальное измерение является основой существования. Все материальное происходит в нем. Доля физического совсем небольшая. В этой вселенной меньше двух, даже меньше одного процента приходится на физическое. Все остальное – не физическое. Для этого нематериального измерения в егической терминологии мы используем особый звук, связанный с этим измерением. Сейчас все довольно сильно исказилось, но мы называем его «шива», что означает «то, чего нет». Когда мы говорим «шива», мы не имеем в виду кого-то, сидящего там наверху. Мы говорим об измерении, которого нет, но все, что происходит, берет основу в этом измерении. Поэтому, если вы хоть немного осознаете свою читту, возможным станет не только передать какую-то идею или мысль, возможным станет даже передать объект, передать что-то материальное. Итак, возможно ли это? Определенно. Можем ли мы сейчас обучить этому людей? В теории – да. Но готовы ли они к этому? Вот в чем вопрос. Большая проблема заключается в том, что из-за нашей системы образования мы настолько возвеличили мысль, что на то, чтобы преуменьшить ее значение, уйдет какое-то время. А сделать так, чтобы люди осознали, насколько глупы их мысли, на это уйдет очень много времени, потому что все считают себя умными. На самом же деле, у большинства людей самое умное, что у них есть – это их смартфоны. Потому что ваш мыслительный процесс – всего лишь порождение той ограниченной информации, которую вы набрали. Даже если вы перечитаете все библиотеки в мире, все равно она будет очень ограничена по сравнению с этим мирозданием. Несмотря на весь наш научный прогресс, мы до сих пор не знаем, как устроен лист дерева. Несмотря на весь научный прогресс, мы до сих пор не знаем во всей полноте, как работает хотя бы один атом. Это должно поставить нас на место. Мы умеем пользоваться вещами, но не представляем себе, что они такое. Потребовалось бы целой жизни прерывного внимания, чтобы понять даже самые основы. Если люди готовы, прежде всего, понять… Все эмоциональные прихоти вы уже ранее назвали глупостями. Если они также поймут, что вся так называемая разумность их мыслительного процесса и эмоций – это глупо, тогда обучение будет простым. Обучить таких людей будет несложно. Не то, чтобы «я сейчас создам эту мысль и пошлю ее тебе». Нет. Все произойдет еще до того, как вы подумаете. С вами произойдет случай, что с вами может случиться, еще до того, как вы мысленно озвучите это. Вам даже не нужно думать, кем вы хотите стать, каким вы хотите быть. Жизнь все это устроит. На вас начнет работать интеллект, который невозможно вместить в этой черепной коробке. Вы слышали о Рамануджине и других. С Деви он просто открыл это измерение и стал математиком, который… Даже сегодня. Прошло сто лет, а ученые до сих пор пытаются понять его работы. Его математические расчеты – это основа для описания черных дыр во Вселенной. В его время даже не было понятия «черная дыра». Никто о них не знал. Когда мы говорим «черные дыры», это искривление во времени и гравитации. Современная наука пытается их разгадать. Он же заложил математические основы для этого. Когда искривление увеличивается, все, что существует физически, становится несуществующим. Вот что значит йога. Вы уменьшаете это искривление так, чтобы то, что по большей части является материальным, стало нематериальным. Когда оно становится нематериальным, время и пространство перестают быть проблемой. Если время и пространство не проблема, передача просто происходит. Одно из ваших ограничений и ваших проблем – очередная ерунда, которой страдают люди вокруг. Одна из тех вещей, которая должна уйти. Вы не можете полностью отказаться от этой идеи, хотя бы кто-то. Не правда ли? Потому что без трансформации пустая духовность. Разговор о духовности, как и действия, никуда не годятся. Некоторое преображение должно произойти. Пожалуйста, позвольте этому случиться. И тогда при жизни люди будут наслаждаться вашим обществом. Когда вы умрете, они будут скучать по вам. Вот так вы должны жить. Однажды жена Шанкарпилая очень разозлилась на своего мужа. Она сварила суп и положила на пять ложек больше перца чили. И она подошла и подала ему обед. Он был жгучим, огненно жгучим. И ей стало интересно, что произойдет. Она открыла дверь, но он сидел и читал газету. Она говорит, суп готов, суп готов, суп готов. А он да-да-да-да-да. И продолжает читать газету. Потом она захотела убедиться. Неужели он не почувствовал перца? Он недостаточно острый. Она так подумала и решила проверить. Взяла и попробовала полную ложку. Она почувствовала настоящий пожар. Навернулись слезы. Слезы потекли. Как раз в тот момент Шанкарпилай положил газету и подошел. Он посмотрел на нее и спросил, почему ты плачешь? Она говорит, помнишь, в том году умерла моя мама. Она так любила этот суп. Когда я увидела тарелку этого супа, я вспомнила маму и расплакалась. Ну, не переживай так. Что поделаешь? Однажды мы все теряем наших отцов и матерей. Все в порядке. Затем Шанкарпилай вернулся к своей газете и супу и, читая, съел одну ложку. Он почувствовал обжигающий огонь. Он съел полную ложку. Слезы потекли из глаз. А она подошла и спросила, «О, ты тоже так любил мою маму». Он ответил, «Нет, нет, я плачу не из-за того, что ее больше нет. Я плачу из-за того, что эта добрая женщина оставила, а оставила она здесь тебя». Это неправильный способ жить. Пока вы живы, люди должны наслаждаться вашим присутствием. Когда вы умрете, они должны скучать по вам. Если происходит обратное, это значит, что вы живете неправильно. В повседневной жизни я часто сталкиваюсь со страхом, который мешает мне выполнять простые сложные дела. Будь то страх неудачи или, возможно, страх получить отказ. Как преодолеть этот страх? Вы не можете преодолеть то, чего не существует. Прямо сейчас вы боитесь? Прямо сейчас. Я могу сказать что-то опасное? Это страх? Каждый момент вашей жизни проходит в страхе? Нет. Так что, когда вы не боитесь, вы, как сейчас, просто спокойны. Потому что вы создаете страх при помощи своего чрезмерного воображения. Чтобы не быть в страхе, вам не нужно ничего делать. Страх возникает из-за чрезмерного воображения вещей, которые не произошли, а выдуманы вами. То, что вы воображаете в уме, может произойти совсем не так. И, скорее всего, это никогда не произойдет. Вещи, которых вы боитесь, могут принять сотни разных форм. И, вероятно, 99 из них так никогда и не произойдут. Да? Поэтому вы всегда боитесь того, чего не существует. Вы не можете побороть или преодолеть то, чего не существует. Мы можем преодолеть что-то, что существует. Но нельзя преодолеть то, чего нет. Мы просто должны отказаться от этих усилий, наслаждаясь страхом. В конце концов, это ваш выбор. Вы любите фильмы ужасов? Да. То есть, вы говорите «нет», но вы создаете их. Просто они не приносят денег, вот и все. Страх означает, что вы создаете фильм ужасов в своем уме. Никто не хочет их смотреть. Это плохо для создателя. Но вы их создаете. Вы можете создавать и нечто другое. Комедии, любовные истории или увлекательные приключения. Попробуйте и посмотрите сегодня же. Просто сядьте и создайте любовную историю. Приключения. Комедию. Пять коротких фильмов в своем уме. Правда. Начните использовать свой ум разнообразно. Это просто вошло в вас в привычку. Вы создали этот шаблон, постоянно создавая фильмы ужасов. Вы посмотрели достаточно фильмов ужасов. Они скучные. Создайте что-то другое. Это не значит, что если вы создаете такие фильмы, подобные вещи будут происходить в вашей жизни. Вероятно, этого не случится. Но вам хотя бы понравится фильм. В реальности этого может и не быть. И что с того? Вы хотя бы насладитесь тем, что происходит у вас в уме, если не сможете наслаждаться тем, что происходит в мире, не так ли? Этой привилегии заслуживает каждый человек, разве нет? Даже если мир не добр к нему. По крайней мере, его собственный ум должен быть добр к нему. Так что создавайте хорошие фильмы.